Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о, наверное, самом важном, о молитве. Молитва появилась прежде, чем все остальное в мире, потому что Бог создал этот мир так, чтобы только благодаря молитве происходили какие-то действия. Если вы помните, в начале Торы была земля, была трава, и потом только пока человек не помолился, все просто было в зачаточном состоянии. И вот все в мире в зачаточном состоянии, все даже выделенные нам какие-то в начале года средства, здоровье, возможности, все, если человек не помолился, пропадет. Начну с короткой истории. Один преподаватель рассказал следующую историю. Он учился в шестом классе, один ученик не воспринимал ничего из того, что изучали в школу. Однажды на уроке ГМАРЫ преподаватель услышал какой-то оригинальный вопрос по изучаемой теме. От этого ученика. Он сильно удивился, говорит, ты занимался в последнее время ГМАРОем? Он говорит, нет. Ты сам понял цепочку рассуждений? Он говорит, да. На следующий день ученик снова задал вопрос, очень интересный, предложил на него интересный ответ. Когда это повторилось, третий-четвертый раз учитель пошел к директору, говорит, что какие-то необычные вещи происходят. Директор посоветовал позвонить матери и сообщить, что учителя не знали даже, как помочь этому ребенку. И вдруг такое, мудрость, уста открыли. И он говорит, позвонил матери, скажите, вы что-то делали, репетитор какой-то хороший? И мать, волнуюсь, говорит ему, вы знаете, в один день ребенок подошел ко мне и говорит, мама, я просто в отчаянии, я ничего не понимаю в классе. И плачет. А я говорю, я молюсь за тебя каждый день, каждый раз, когда зажигаю субботние свечи. Но, похоже, моей молитвы недостаточно. Подойди, постой со мной рядом, когда я зажигаю свечи и помолюсь. Он встал со мной, стал молиться и тоже плакал. Когда отец и остальные дети увидели, что мы делаем, они заулыбались. Но на следующий день папа понял, что дело серьезное. Он тоже встал рядом с нами, когда были свечи, и присоединился к молитве. На третью субботу все остальные дети встали рядом, и мы все провели три молитвы с молитвой и плачем. И вдруг, говорит, у ребенка открылся разум. Учитель рассказал эту историю, сказал, что ребенок закончил Ишиву, полностью опережая свой класс шел. Такова сила настоящей молитвы. Обычно мы не можем оценить молитву, не представить себе, не можем, какую силу даровал нам Бог. Только человек молитвы может разрушать, строить и все, что хочет. Надо молиться, просить за себя, и не ждать, пока за нас помолятся другие. Написано, что лучше молитва больного за себя, чем молитва других за него. Это сказал Раша в комментариях книги Брешит. Это верно не только по отношению к болезни, но и когда речь идет о любой проблеме. Когда люди приходили к Хафицхайму и просили его помолиться за них, он им говорил, прежде всего, помолитесь за себя сами. Ваша молитва поможет больше. Доверие к Богу всегда и во всем, это и есть непрестанная молитва. Можно очень много говорить о молитве. Написал Штайнайс. Если пришла беда, это значит, что Всевышний хочет нашей молитвы. Это знак нам, что мы плохо молились, что мы слишком погрузились в материальный мир. Он призывает нас молиться, чтобы устранить преграду между собой и нами. И тогда исчезают причины беды. А мы ищем неизвестно где. Раф Юнатан Айбешитц, великий человек, написал. Человек обязан молиться о пропитании, так как еда, доставшаяся без молитвы, отрицательно сказывается на душе. Подумайте, даже просто покушав, не помолившись, мы вредим своей душе. Написано, представьте себе, что с неба спустилась золотая цепь. Ты ухватился за нее и, перебирая руками звено за звеном, полагаешь, будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю. Но в действительности ты поднимаешься по ней, ибо она поднимает тебя на небо. Такова сила молитвы. Молитва – это заповедь. И сказали мудрецы, что невозможно исполнить заповедь в состоянии полного покоя. Человек подобен птице. Она может подняться в небеса и не рискует разбиться, пока машет крыльями. Сказано еще, что молитва заменяет собой жертвоприношение. Получается, что молитва, произнесенная на автомате, без эмоций, без души, подобна туши животного, которую нельзя приносить в жертву. Кстати, Каббала говорит, что чихание во время молитвы – это означает, что молитва примята. Это так, для разрядки. Молитва должна быть высшим моментом дня, высшим моментом, а не рутиной встал, там б-б-б-б-б и пошел. Так не работает. Молитва вообще большая ценность, сказали мудрецы. Но самое ценное – это Бог, которому молитва приводит душу. Вот в это вот надо думаться. И подобно молитве первого человека, который начали наш урок, который изменил мир. Молитва любого человека может стать силой, изменяющей состояние мира. Любую ситуацию можно найти, выход путем молитвы. Молитва разрушает все преграды. Молитва приводит нас к тому, который нас послал на эту землю. Брахавы от слоха. И пусть сегодня наша молитва будет потрясающая. Продолжение следует...